1,123,1 миллиарда тенге. Такая сумма предусмотрена на развитие системы образования и науки в проекте бюджета до 2020 года. Четверть этих средств затрачена в минувшем году. Отмечу, что в прошлом году расходы на образование снизились почти на 100 миллиардов по сравнению с затратами годом ранее. Чуть менее половины этой суммы направили на подготовку квалифицированных специалистов с техническим и профессиональным, а также высшим и послевузовским образованием. 53 миллиарда тенге израсходовали на строительство новых школ, еще 33 миллиарда на обучение одаренных детей. А вот сэкономило правительство на вкладах в Назарбаев университет, сократив расходы в 10 раз до 4,5 миллиарда тенге. Уменьшилось финансирование на повышение квалификации при подготовке кадров для школ. Гульнара, а в связи с чем произошло снижение затрат на образование и планируется ли повысить вложение? Сокращение вера произошло на общем фоне снижения расходов госбюджета на 19%. Они снизились впервые за 5 лет. Но согласно поручению президента в ближайшие 5 лет расходы на образование и здравоохранение возрастут с 7,4 до 10% от ВВП. Будут приняты меры по повышению статуса педагога, подготовке дошкольных воспитателей и сокращении дефицита ученических мест. На 2,5 триллиона тенге возросли средства национального фонда, что стало возможным благодаря росту поступлений по подоходному налогу на 76%. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана. Прямые налоговые поступления составили 3 триллиона 200 миллиардов 800 миллионов тенге. В 2017 году чуть более 2 триллионов. А вот штрафов в минувшем году в поступило на 17 миллиардов меньше, чем годом ранее. 92% всех налоговых вливаний приходится на западные регионы. Практически половина из них на Атраусскую область, около 20 и более процентов на Мангистауску и Западно-Казахстанскую области. Столь значительное увеличение поступления в 2018 году происходило на фоне относительно высоких цен на нефть, а также роста добычи и экспорта углеводородного сырья. В частности, Каспийский трубопроводный консорциум к концу года сообщил об отгрузке 60-миллионной тонны нефти. Это почти на 9% больше, чем год назад. Однако не все поступившие средства остались на счетах нацфонда. Так, 2 триллиона 600 миллиардов тенге были перечислены в республиканский бюджет в виде гарантированных трансфертов. 200 миллионов долларов выделит Акимат Мангистаусской области на обустройство эко-города Актау. Средства на инфраструктуру, дороги, энерго- и водоснабжение выделят из областного бюджета. А вот жилье, школы, детсады, медицинские, торговые и развлекательные центры построят за счет инвесторов. В эко-городе появятся АТ-парк и стадионы, а также экологически чистый транспорт. Эко-город займет площадь 865 гектаров в северной части областного центра. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Сейчас формируется фонд для финансирования строительства. Согласно договору, 100% инвестиций вложит британская компания AG Corporate Service Limited. Китайская сторона предоставит банковскую гарантию на 400 миллионов долларов. На 73% упали инвестиции Китая, Северную Америку и Европу в минувшем году. Если в 2017 году они составили 111 миллиардов долларов, то в 2018 всего 30 миллиардов. Падение стало результатом напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, а также более жестким контролем над иностранными инвестициями в США. Это привело к отмене 14 сделок китайских инвесторов в Северной Америке на общую сумму 4 миллиарда долларов. Ужесточил условия проверки иностранных инвестиций и Евросоюз. Страны обеспокоены тем, что иностранные предприятия могут украсть европейский ноу-хау в таких областях, как космос, транспорт, энергетика и телекоммуникации. И таким образом поставить под угрозу общеевропейские программы и проекты, а также угрожать безопасности других государств. В результате Евросоюз отменил Китаю в 7 сделок на сумму 1,5 миллиарда долларов. В то же время Поднебесная увеличила инвестиции в Канаду. В прошлом году вложения в эту страну подскочили на 80% с 1,5 миллиардов в 2017 году до 2 миллиардов долларов 700 миллионов в 2018 году. И завершая выпуск информации из казахстанской фондовой биржи. По итогам минувших торгов доллар подорожал на 2 тенге 23 тина. Официальный курс Национального банка составил 378 тенге 29 тин. В обменниках американскую валюту можно приобрести за 379 тенге. Эта информация была последней в моем выпуске. Вера, вам слово. Спасибо большое. Гульнара Хасан, у вас деловыми новостями. А мы продолжаем. У нас еще много интересного.